Помолимся И очисти нас от всякой скверны И спаси благой души наши Господи, благослови наши занятия Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Прибудь с нами Хвала же тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Первое послание Петра, 3 глава, 8-9 стихи Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение Толкование Павел говорит, благословляйте и гоните ли ваших О римлянам 12-14 Поступая таким образом, вы от всех будете слышать наименование вас благословляющими Псалом 36-20 Ибо жаждущему вечной жизни не следует никого злословить языком Посему и Давид, тех, которые сильно желают достигнуть истинной жизни Убеждает удерживать язык от зла Псалом 33-14 стих Когда вы так устроите себя, то всемогущий будет к вам милостив А в таком случае, кто может сделать вам зло? Но если вам и при делании добра и ревности по нем будет нанесено оскорбление То не горюйте, но радуйтесь Во-первых, потому что это не зло А во-вторых, потому что вы через это блаженны Посему светите в сердцах ваших Бога А страха человеческого не бойтесь и не смущайтесь Иначе Окончив частные наставления, касающиеся мужей и жен Обобщает убеждения ко всем, мужьям и женам И говорит, наконец К чему частные наставления? Говорю всем вообще Ибо это конец У всех одна цель, спасение У всех один закон, любовь Отсюда рождается всякая добродетель, смиренно-мудрее Сострадание, милосердие и прочее Из них единомыслие есть совершенное согласие в чем-нибудь Сострадание, сожаление к страждущим Такое же, как и к самим себе Братолюбие, расположение к ближним такое, какое должно быть к братьям Милосердие, душевное стремление к благотворению однородным Дружелюбие, крутость со всеми, как с его знакомыми и друзьями Смирение или смиренно-мудрее Это перенесение хулы от другого Сознание своей греховности Перенесение обвинений Что можно бы назвать благомыслием Семи-то добродетелями украшайтесь Причем не поддавайтесь злобе Ругательство есть происходящее От трудной привычки наклонность к злословию Но ревнуйте по добре Проводя жизнь святую и совершенную Ибо благословляемый всеми есть и ревнитель Вопросы пожалуйста у кого если есть Фу-фу-фу Нет вопросов Все понятно 1 Петра 3 глава 10 11 стих Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни Тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей Уклоняйся от зла и делай добро Ищи мира и стремись к нему Толкование Что вводимое им наставление не ложно В том удостоверяет указанием на слова Давида и говорит Кто любит жизнь То есть кто преобразовывает себя для истинной жизни И хочет показать ее достовебезной Ибо на это указывает выражение Любит Хочет показать ее Вожделенной для людей Тот пусть неуклонно держится того Что вместе со мной предлагает и пророческое слово Вот я когда читаю эти строки Кто любит жизнь тот удерживай язык свой от зла Значит вывод такой у меня сам по себе напрашивается Кто язык свой не удерживает от зла тот жизнь и не любит Такая угроза Хочешь жить Молчание золота За злые слова приходится отвечать Иной раз приходится отвечать даже своей жизнью Такой вывод напрашивается Но толкователь тут по другому конечно толкует Кто преобразовывает себя То есть он для истинной жизни В этом любовь заключается Вопрос можно по предыдущему Пожалуйста Вот как понимать Милосердие душевное стремление К благотворению однородным Что непонятно Слово однородным Да Но одного рода Мультик Маугли Мы с тобой одной крови Ты и я Хотя они разных родов были Человек и животных Однородным Но К людям Я так думаю То есть совсем да? Да Да То есть Бог Он милосерд К неблагодарным И злым Есть такое место То есть ко всем Вот То есть мы все Как бы тут вот Впереди братолюбие То есть расположение К близким Такое как должно быть К братьям Но нам нужно не забывать Что мы не только Во Христе братья Но и по Адаму Мы братья То есть мы однородные Мы люди И мы должны Милосердие И к грешникам Оказывать Ну к грешникам Кающимся А к упорным В своем грехе Ну У нас должны быть Те же чувствования Как и во Христе Иисусе То есть Бог Он с грешниками Как говорится Долго терпит Но крепко бьет Вот Поэтому С грехом Надо бороться Мы на земле Церковь воинствующая А не просто Всем прощаться Грешившим Нужно увещевать Наставлять Войну греху Объявлять Однозначно Не с капустой В бороде Ходить То есть Я такой смиренный Такой братолюбивый Всем все прощаю Нужно Сказать Человеку Что он Согрешил Против тебя Чтобы он Понял Это Если покаяться Приобрел Ты брата А не покаяться Дальше Двух-трех Свидетелей Приводи А не просто Так взял Упростил Прощать Опять же Надо Кающегося Просящего Прощения А так Он еще Наглее Станет Понятно Понятно Спасибо Христос Слава Христу Так Ну вот здесь Ибо Как бы Вывод делается Благословляемый Всеми Есть и Ревнитель А Но ревнуйте По добре То есть Имеется Ввиду Не просто Удерживайте От зла Но и Ревнуйте По добру То есть Понятно О чем О чем Речь Не просто Я никого Не убил Я никого Не ограбил Мне Не в чем Каяться Кто Разумеет Делать Добро И не Делает Тому Грех Вот Еще Какой Грех Бывает И вот Это И Есть Последняя Строчка Ибо Благословляемый Всеми Есть И Ревнитель То есть Ревнитель По Но Ревнуйте По Добре Проводя Жизнь Святую И Совершенную Понятно Да Вот Нам Апостол Петр Такое Наставление Дает Вот О чем Я каждый Раз Молюсь Это Чтобы Мы Были Единомысленны Наконец Будьте Все Единомысли Потому Что Разномысли Оно Ни Чему Хорошему Не Приводит Если Есть Разномысли То Мы Друг Другу Не Доверяем Подозреваем В чем То Это Очень Здесь Не Будет И Дружбы Никакой Не Может Быть Тем Более Братолюбие Один Мыслят Так Другой Иначе И Оба Думают Что Один Другому Врет Это Понимаете Вот В чем Беда Вот Люди Не Верующие Они Думают Что Мы Все Верующие Мы Вводим В заблуждение То Есть Опиум Для Народа Распространяем Зовем К Спасению Душевному Близних Удерживаем От Зла Они Думают Что Ну Как Они Ничего Там Дальше Нет За Смертью Здесь Хватает Жизни Все Здесь И Сейчас Они По Плоти Рассуждают Набивая Карманы И Некоторые Некоторые Вот Их Проклятые Там Все 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 Вот Отчасти Он Прав А отчасти Не Прав Ну Как Написано Что Еретики Они Не Спасутся А Раз Не Спасутся То Они Проклятые А За Что Они Проклятые За То Что Они Заблудились Они Такие Бедные Несчастные Да Они Осознанно Сделали Свой Выбор В Пользу Лжи То Есть Отвергли Истину Истинное Учение Церкви Какие Ж Они Братья Но С Другой С Другой Так же Написано Что Никто Не Может Исповедовать Иисуса Христа Господом Как Только Духом Святым Они Его Исповедуют Вот В чем Еще Алло Да Поднимайтесь Дома 10 355 Так Первая Петра Третья Глава 12 15 Стихи Так Так Сейчас Я Чат Прочитаю Ну Да Тут Согласен Сергей Евтушенко Иередики Они По гордости Не Идут В Церковь А Наталья Усатая Пишет Тот Кто Призывает Господа Иисуса Христа В Духе И Истине Но Они Как Раз Считают Что Они В Духе Призывают Но Не В Истине Да Здесь Я Соглашусь В Духе И И И Можно Призывать Имя Господа Иисуса Христа Только В Церкви Находящемся В Церкви Крещеным Крещения Нету А Где Дар Духа Святого Дух Молитва Где Дух Истине Может Быть Только В Церкви Но Тот Кто Тот Кто Их Проклинает Они Правильно Делают Или Нет Эритиков Нет Конечно Они Заблудшие Овцы Почему Потому Что Пастыри Православные Не Заботились О Народе Своем Обращали Их Прямых Путей Не Учили Слово Божие Вот И Они Пошли Там Где Слышали Слово Божие Так Братья Простите Я Сейчас На минутку Прервусь Восьмой этаж Так Так Так, первое послание Петра, 3 глава, 12-15 стихи. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их. Но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А от страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы к всякому следующему. У вас отчет о вашем укладе и дадут ответа с кротостью и благоголемой. Так, сейчас я прерываюсь, пару минут буквально. Подождите. Прошу прощения. Апостол прибавляет к всему. Если будете так жить, то к вам Бог будет благосклонен и милостив. А при таком положении кто вам нанесет зло? Ибо все в руке его, жизнь и смерть. Премудрость Соломона 16.13 Ты имеешь власть жизни и смерти, и не заводить до врат ада и возводить толкование. Но как некоторые почитали злом страдания за веру, то апостол Петр для исправления такого мнения говорит. Не почитайте этого злом. Напротив, почитайте это залогом блаженства. Ибо страх от людей не стоит никакого внимания, но однодневен. Ибо если очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, то против делающих зло лице Господне, угрожающее злым погибелью, то если бы это было зло, податель благ без сомнения за любовь нашу к нему не воздал бы злом. Ибо зло он наводит на злых. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злой. Римлянам 2.9 Посему скорби за благочестие не суть зло. Вместе с Исаи 8.13 Господа Саваофа его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет ваш. Заповедует светить Господа в сердцах, то есть не превозноситься видимыми делами, но в тайной клете сердца совершать освящение Господа, которое состоит в удалении от скверн, то есть от злых нравов языческих. Так его светите. А светится он через ваше доброе поведение, когда прочие люди прославляют его. Как и сам Бога человек повелевает, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Матфея 5.16 Вот такое толкование. Да, так ты считаешь, вроде бы все справедливо и логично, но когда на деле человек вам делает зло, тут как бы и думать, что это никакое не зло, не всегда, согласитесь, удается. Обида подступает какая-то. Но потом, когда начинаешь молиться и думать, что, ну вот Господа же безгрешного распяли, а он в ответ молился только за них. Прости им Господи, ибо они ведут, что творят. Так, сейчас, секунду. Так, что ты раздеплатишься? Фу! Ушли все уже. Да, Наталья, согласен, обида это не чувство христианина. Когда на обида подступает, то сразу, а христианин ли я, должен ли я обижаться? Нет, конечно. Первое послание Петра, 3 глава, 16 стих. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Толкование, блаженный феофилакт болгарский. Слова, готовы дать ответ и прочее, должно соединиться словами, являйте добрую деятельность, имейте добрую совесть. Ибо когда будете делать это скротостью и приличием, тогда и сами уверитесь, что вы имеете добрую совесть, и имеющих дурное понятие, о вас постыдите. Апостол повелевает верному человеку всегда быть готовым к отчету в вере, чтобы когда бы не стали спрашивать нас о вере, мы всегда могли легко отвечать. И делать это скротостью, как и все вообще, как бы в присутствии самого Бога. Ибо в присутствии своего Господина ни один благоразумный раб не бывает дерзок. Польза от всего та, что неверные узнают, каковы мы и будут справедливы к нам. Нужно заметить, что эти слова апостола не противоречат изречению Господа. Когда Господь говорит, чтобы мы, когда поведут нас к начальникам и властям, не заботились о том, что нам отвечать. Евангелие от Луки 21.14. А Петр, заповедует, теперь готовится к ответу. То Господь говорит о свидетельстве, а апостол Петр об учении. Ибо кто думает, что знает что-нибудь без разумения и исследования, тот вызывает на себя хулу. Ибо знания неразумных неисследимые слова. Иначе, поскольку обвиняли нас во многих беззакониях и выставляли надежды наши напрасными, то апостол заповедует готовить обдуманные ответы и иметь жизнь достохвальную, которую называют совестью. Ну вот казалось бы такое противоречие, что в одном месте говорится, что не забудьте, что вам отвечать, а здесь говорится, ну вот, давайте отчет с окрутостью и благоговением каждому. Всякому требующему отчета вашему дать ответ с окрутостью и благоговением. И вот будьте всегда готовы. То есть, если готовы, то имеется в виду, что нужно готовиться, знать, что отвечать. А что понимать под отчетом? Что понимать под отчетом? Ну, всякому требующему отчета вашему пованию. То есть у нас у христиан какое упование? Мы уповаем на то, что мы после смерти, ну, по-простому сказать, попадем в рай, будет жизнь и наяву. Вот это наше упование. А всякий требующий у нас отчет, а он как бы говорит, отчитайся, почему ты так веришь, на каком основании. Что тебя заставляет? Вот я не верю. Ешь, пей, гуляй, веселись, ибо завтра он врешь, это мне все понятно. Вот. А мы должны его скротостью и благоговением убедить в обратном. Ну, как, ну, ну, каждому свой ключик, как бы, с одним нужно так посмотреть, что это за человек, на какой стадии его неверие. То есть, бывают люди, ярые атеисты, а бывают люди, которые верят в что-то, в какое-то высшее существо, но понятия о христе не имеют. Но они интересуются и требуют у нас, у христиан отчета, в нашей вере. То есть, вот у нас как-то была миссионерская поездка в село Клочки. Я вот сейчас как раз вот читаю, вспоминаю этот ролик. И мы раздавали Евангелие, ходили по домам. Вот, конечно, жуть там на местных священников навели. И они там думали, что мы какие-то иноверцы, сектанты. И один вот молодой человек, который в этом храме трудился, вот. Вот он с братом нашим беседовал. Он говорит, что вот с этим Евангелем, как сектанты, Евангелие, Евангелие. Вот, а брат говорит, ну а вы расскажите, как о своей вере. У нас-то вера евангельская, а у вас какая? Почему вы у нас так вот за это преследуете, что мы Евангелие раздаем? Что мы должны вот каждому теперь символ веры читать, который будет у нас о нашей вере спрашивать? Там одна, тоже его жена или кто-то, и этот момент, как бы, глупость, что каждому спрашивать о вере. То есть они думают, что вера такая должна быть в душе, никому о ней не говорить. А здесь апостол Петр, он наоборот говорит, то есть кто бы у вас не спросил о вашей вере, вы должны быть готовы дать отчет всякому требующему у вас отчета. То есть причем скротостью это сделать, без раздражения. Вот это вот имеется в виду. Символ веры, если надо прочитать кротко, и почему нет. Вот, а есть... Так, ну, тут Наталья нам написала, сейчас мы прочтем. Святой Кирилл Александрийский, Господа Бога светите в сердцах ваших, Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Вот как он толкует. Поступающий так не вводит ничего нового, и не должно казаться, что он по-новому излагает веру. Скорее он объясняет спрашивающим его ту веру, которую он имеет во Христе. Следует настолько быть подготовившимися к познанию веры, чтобы в любое время потребовавшим от нас Слово о ней легко ответить, отвечая скротостью и страхом Божиим. Ибо тот, кто говорит Слово о Боге, должен говорить как бы в присутствии Бога. Вот. То есть вот так вот. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небеса. Можно сюда отнести? Ну, здесь о вере, понимаете, а там дела. То есть тут, тут человек требует отчета не в ваших делах. Нет, нет, тогда светит свет ваш перед людьми. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Ну, они в сердцах ваших, ваших. То есть не перед людьми. Будьте всегда готовы к всякому требующему отчету о вашем уповании, уповании. А не в делах. Хотя, если у нас есть упование, есть надежда, то и дела наши соответственно нашему упованию. То есть мы делаем дела добрые, дела святые. Дела милосердия, дела братолюбия, о чем мы выше говорили, естественно. Вот. И Господь и поваливает. Да светит свет ваш перед людьми. Дабы люди, видя ваши добрые дела, прославляли отца вашего небесного. Неверующие люди. Как бы, ну, можно, конечно, это сюда отнести с большой натяжкой. Потому что там люди сами видят наши добрые дела. А тут он ничего не видит, он просто задает вопрос о нашей вере. И мы должны о вере уметь рассказать о нашей православной вере, о христианской. Мало кому это удается. То есть у нас вот в общине сестра тоже, она верующая, сколько лет ходит. Это у нее вот страдает этим, что я не могу рассказать. Я у мамы своей, она тоже уже много лет в храм ходит. Что не спрошу, она говорит, я умом понимаю, а рассказать не могу. Почему? Ну, не дано. Почему не дано? Потому что люди не занимаются Словом Божьим, как и должно, много. Сергей, можно сказать? Сейчас, секунду. Чтобы из тебя потекли реки, воды живой, нужно моря выпить. Заниматься, впитывать, впитывать, впитывать. А человек, если, ну, Словом Божьим не занимается, не впитывает, то как он, у него и знаний нету таких. Да, да, Наталья, говори. Вот вы сказали о сестре, которая не может рассказать о своей вере. Я расскажу на своем примере. Когда я не знала Евангелие, я тоже не могла ничего сказать. Да, ну, что я могу сказать человеку? Но я тренировалась с детьми своими. Я им рассказывала, читала толкование, сама разжевывала, как бы сама для себя. Им объясняла, чтобы детский ум их понял. И так у меня это пошло. Теперь я когда общаюсь, я могу сказать о своей вере. Вот у меня даже есть душа, которой я с ней проживусь и читаю толкование по Евангелии от Марка. Вот мы каждый день занимаемся. Субботу, воскресенье нет, потому что она не может. И в воскресенье у нас тоже занятие. И муж у нее тоже дома. Пока у нее мужа нету, но каждый день, по часу, по полтора часа по Слову Божьему занимаемся. То есть нужно общение. Не только слушать постоянно братьев верующих, но и самим говорить. Развязать как бы язык, чтобы он стал как плуг. Да и аминь, да. У меня на днях тоже было свидетельство. Знакомый у меня. Причем уже было часов 11, как раз после занятия они им пригласили, они там корм для собак предлагают бесплатно. Он говорит, приедь, забери. Я приехал, он говорит, ой, у нас вопрос такой. А я уже с ног валю спать, уже 11, в 4.40 вставай. А можно спросить? Ну ладно, это долго-долго объяснять. Ладно, в другой день. Я говорю, ну спросите, а чем отличается? И задают, ну совершенно мирские люди задают духовный вопрос. Чем крещение от погружения отличается, и от помазания? И я где-то на час, наверное, еще остался. И с ними беседовал. Они так благодарили за то, что я их просветил. А эти вопросы мы проходили не раз уже. Мне легко и приятно на них отвечать. То есть знания имеются на этот счет. Я вот присоединяюсь к Наталье. Когда еще нет опыта свидетельства, нет таких полных знаний, и пытаешься что-то делать, первые шаги делаешь, все равно себя демонстрируешь как православный в миру. Люди задают вопросы и задают некоторые такие вопросы, которые ставят тебя в тупик. И сначала я тоже... Это ко мне вопрос? Нет, нет, нет. Микрофон чуть подальше, а то звуки чуть... Наоборот, я в подтверждение, Наталья, что когда делаешь какие-то шаги, пробуешь. И особенно, когда люди не понимают, задают вопросы, даже ставящие тебя в тупик, и потом на них ищешь ответы на эти вопросы. Сам уже изыскиваешь, готовишься, которые тебя поставили в тупик. Стараешься ответить, и от этого еще больше и больше опыта набираешься. И в следующий раз, когда говоришь, уже не спотыкаешься на этих вопросах, идешь дальше. Это опыт общения, даже начального общения, начального свидетельствования. Это драгоценный опыт. Без него, наверное, никак нельзя обойтись. Без первых шагов вот этих. Да, есть такое выражение. Уча других, ты учишься сам. То есть человек тебе задает вопрос, а ты на сегодняшний день, ну, не знаешь, к сожалению, на него ответа. Ты берешь и учишься, находишь этот ответ. Сейчас... Да, именно об этом я и говорю. Сейчас, слава Богу, средство массовой информации очень... Бери интернет, ищи, копайся. Ищите и найдете, Христос обещал. Стучите и найдете. Нет, у нас есть хороший учитель, Игнатий Тихонович. Открывай шиперочки, открывай сайт, все есть. 4124 ответа на различные вопросы, 55 тем, разбиты по папках. Сайт бесценный, бесценный, конечно. И самое ценное, то, что они отвечены не от человеческого ума, а согласно Слову Божию, согласно Библии. То есть, ответы эти в духе и истине, можно так сказать, вот, без лукавства. Сегодня, кстати, утром на Службе был, там настоятель храма Кирилл, молодой совсем еще, Иерей. Еще, если можно, Юр, еще подальше микрофон, стуки какие-то, наверное, в наушниках. Если можно, отодвиньте. Так нормально будет? Вот так хорошо. Слышно хорошо просто звук от того, что очень близко микрофон. Понял, понял. Был в храме сегодня, ну, первый раз был там. Меня удивило, что там никто не ходит, не бегает, во время службы лапка закрывается, и все стоят. Я потом с женщиной после службы разговариваю, как удивительно, у вас тут все тихо. Где-то около 30 человек был на службе, из них, я посчитал, 23 человека причастились. И женщин, ни одной женщины в блюгах не было, и никто по храму не ходил. Я, ну, удивился такому, необычному для нашего времени храму. Ну, и с одной женщиной, прихожанкой, разговаривался, она говорит, а мы здесь выдрессированы. Батюшка, когда кто-то начинает разговаривать, или ходить, он останавливает, прерывает службу, и стоит, ждет, когда мы сделаем все дела, стоит и смотрит на нас, ждет. Все, говорит, делаем все дела, давайте дальше продолжим. И все стоят. Я так был удивлен этому. Обычно в храмах у нас глаза закрываешь, и представляешь по звукам, что ты на вокзале прям. А тут прям чудо. Хорошо, что батюшка, видимо, бывший дрессировщик, выдрессировал пасту. Ну, вот, встретился с таким явлением. А до этого ты в другой храм ходил, что ли? Да. Но я в Кемерово ездил сегодня на службу. А, и в Кемерово ты такой порядок увидел? Да, я в Кемерово увидел. Я тоже был когда в Кемерово, в длительной командировке, и я ходил туда на занятия, по слову Божьему. Мне тоже это было приятно, что там ведутся вот такие же, подобные, как у нас, занятия. Единственное, что меня немножко смутило, что там, как вот Игнать Тихонич говорит, у нас по храму с тарелкой не ходят, а там с тарелкой не ходили, но тарелка стояла, то есть для сбора денег, занятия бесплатные, но тарелка обязательно стояла. И каждый, кто положил туда. Но сегодня я не видел тарелки. Пожертвования. И сегодня я не видел тарелки, и перед причастием земные поклоны были. Три земных поклона. До причастия. Где все, абсолютно все, ставали на земные поклоны. Ну, это я не знаю, у нас всегда перед причастием всех, все земные поклоны делают. Я даже не представляю, иначе как так можно подробно. Но я первый раз здесь увидел, в нашем храме. А в вашем всегда поясной перед причастием делали? Да, в Березовском. Продолжим чтение Слова Божия. Так, шестнадцатый стих не читали, о совести, да? Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житие во Христе. меня отвлекли. Читал я это, Игорь? Вроде нет, не читал. Не читал. Толкование. Слова, готовые дать ответ и прочее, должно соединить с словами. Являть добрую деятельность, иметь добрую совесть. Вот видите, готовы дать ответ и вот переход на совесть. То есть, бессовестный человек, он ни за что не отвечает. Он безответственный, бессовестный. И чтобы у него не спросили, он уходит, увиливает, как говорит, как уж на сковородке. Ибо, когда будете делать это скротостью и приличием, тогда и сами уверитесь, что и вы имеете добрую совесть и имеющие дурное понятие о вас пристыдите. Вот сколько раз за собой замечал, когда вот сдерживаешься в ответ на злословие на какие-то прям на откровенные матерки и там люди мирские, неверующие, что там в миру живем. Вот. и когда ничем не отвечаешь на зло, крутко себя ведешь, сдержанно. Вот. И я не знаю потом, я же не знаю этого человека, стыдно ему становится или не стыдно, я его потом не вижу. Вот. ну а за собой замечаю, что хочется ну как бы себя думаешь, какой же ты вот молодец, что сдержался, а внутри все равно плоское вот это вот желание ну ответить как раньше, то есть на место поставить, но все равно я не знаю как это чувство собственного достоинства или что это, как это или гордость обыкновенное, что ли, что вот тебя унижают, а ты унижаться должен. А на самом деле ты выходишь из этого конфликта победителем, то есть ты зло дальше его не развил, ты его остановил, вот в чем победа. У тебя и добрая совесть, она тебя не мучает. Потом уже совесть мучает, хочется что-то ответить там даже или ударом бывает, или там что-то вот такое вот. Было, а я грешным делом занимался рукопашным боем и охота была всегда злодея. Я в охране работал с собаками, охота была к злодею применить силу, я этому учился долго, а вот как христианин я не должен. Но опять же, смотря какой злодей, если он ворует, я должен его задержать. Он не мое ворует, не меня оскорбляет, я должен уметь его задержать и доставить в полицию. А вот когда против тебя и вот это знание и умение владения приемами обороны, да и нападения, то есть всякие единоборства все-таки, ну, по просторам по прошлой, так скажем, привычке вот хочется его осадить руки распустить. А когда сдерживаешь себя, думаешь, ну, слава Богу, Бога благодарю, что сдержался, но, может быть, и хуже. И вот, вот видите, апостол повелевает верному человеку всегда быть готовым к отчету в вере, чтобы когда вы не стали спрашивать нас о вере, мы всегда могли легко отвечать и делать это скротостью, как и все вообще, как бы в присутствии самого Бога. Представляете, как бы вот сам Бог рядом, Он слушает, как мы о вере в Него говорим другим. Ибо в присутствии своего Господина ни один благоразумный раб не бывает дерзок. Польза от всего та, что неверные узнают, каковы мы и будут справедливы к нам. Вот какая польза. Лучше не знать никаких приемов. Да, и аминь. Ну, нас так воспитывали. Мужчина должен уметь защитить слабых. Писание говорит, вступайтесь за вдову. Не значит, что морду за нее бить, а просто помоги материально, если она выкупи ее из плена из долговой ямы. Это называется не так, чтобы взял шашку и давай махать направо и налево. Польза от всего та, что неверно узнает, каковы мы и будут справедливы к нам. Нужно заметить, что эти слова апостола не противоречат изречению Господа. Когда Господь говорит, чтобы мы, когда поведут нас к начальникам и властям, не заботились о том, что нам отвечает Лука 21.14. А Петр заповедует теперь готовиться к ответу. Такое впечатление, что я читал. Но Господь говорит о свидетельстве и опетал обучение. Читал я этого. Ибо кто думает, что знает что-нибудь безразумения и исследования, тот вызывает на себя хулу. Ибо знание неразумных неисследимые слова. Иначе, поскольку обвиняли нас во многих беззакониях и выставляли надежды наши напрасными, то апостол заповедует готовить обдуманные ответы и иметь жизнь достохвальную, которую называют совестью. Только что прочитал и читаешь как будто второй раз считаешь. Ну видно не совсем вмещается. послание Евангелие как-то удобно усваиваемое. А вот послание с толкованием не всегда вмещается так легко. Поэтому надо рассуждать. Только что читал и не знаю то ли читал то ли не то ли нет не читал. 1 Петра 3 глава 17-18 стихи Ибо если угодно воле Божией лучше пострадать за добрые дела нежели за злые потому что и Христос чтобы привести нас к Богу однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных быв умерщвлен по плоти но ожив духом толкование если же кто захочет относить причину эту ближайшие предшествующие речи то слова добрые дела нужно понимать не о благотворительности другому но вообще добродетели так же нужно понимать слово злые то есть вот нас когда мы страдаем не за то что мы добрые дела делаем а просто вот что это вообще в общем говорится что мы христиане поэтому мы страдаем потому что вокруг зло и зло оно не терпит когда рядом добро тьма она не терпит когда рядом свет женщина распутного поведения она не терпит когда рядом с ней девственница целомудрена она хочет ее спути истину а сбитие всегда будет злиться на нее или допустим на работе там в полиции например все оборотни все воруют там ну как-то вот взятки там и какой-то там честный появился всегда будут его выживать потому что он иной для них вот это имеется ввиду и дальше а Богу угодно чтобы мы именно страдали за эти добрые дела за правду нежели за злые потому что за злые дела можем страдать и Христос нам в пример ставится он праведник пострадал за нас за нас когда мы были еще неправедными когда мы были грешниками сейчас мы уже святые взятые в удел хотя иной хотя мы написанные согрешаем но не осознанно прибавляет если угодно воле Божией показывая этим что с нами ничего не бывает без попущения Божия но бывает или для облегчения нас от грехов или для обнаружения и славы нашей и даже для спасения других и это двояким образом или какой-нибудь праведник терпит зло для уцеломудрения для уцеломудрения иных грешников по сказанному если праведник едва спасается то грешный где явится 1 Петра 4 18 и отсюда двоякая польза для страждущего праведника приумножения праведности через терпение а для грешника обращения как сказано или праведник страдает для собственной своей славы или и для обращения и спасения других как и Христос посему Петр полагает здесь пример Христа потому что и Христос однажды пострадал не за свои грехи но за наши почему и прибавляет праведник за неправедник ибо сам Христос не сделал никакого греха 1 Петра 2 22 чтобы показать могущество страдавшего прибавил однажды а как он пострадал для того чтобы привести нас к Богу и Отцу своему то и показал что не все страждущие страдают за грехи и как Христос и Бог и человек со страданиями своими доставил нам благодать нам и благодать двоякую умерший как человек он освободил нас от смерти положив начало нашему воскресению и в самом себе дав пример что умирающие умирают не без надежды воскресения ожив то есть воскреснув из мертвых силой божественности ибо он воскрес из мертвых не как человек но как Бог всех сущих в аде со оживил совоскресив с собой ибо по словам евангелиста Матфея 27 52 53 многие тела усопших святых воскресли и явились многим быв умерщвлен по плоти то есть как человек но ожил как Бог по словам духом разумеют Бога а под плотью человека о первом свидетельствует евангелист когда повествует что Христос истинная премудрость беседуя с саморядкой сказал Бог есть Дух Евангелие Атана 4 24 а о втором свидетельствует все священное писание отсюда ясно что Христос сугуб вдвоичен не лицом но естеством которым поставлено вместо почему ибо сказав что он умер за нас неправедных апостол говорит за тем что он проповедовал и содержимым в аде дойдя до сего апостол должен был еще объяснить как смерть Христова полезна была для прежде усопших и решить вопрос если во человечение Господа было для спасения всех то какое спасение получили прежде умершие он сразу разрешает то и другое и говорит что смерть Христова произвела то и другое вместе надежду воскресения через его воскресение и спасение усопших прежде ибо те которые хорошо провели время своей жизни и тогда получили спасение через сошествие Господа в ад как думает святой Григорий он говорит Христос явившись к находящимся в аде спасает не всех без изъятия но одних верующих ибо от произволения каждого зависело как требовала разумность не оставаться бесчувственным к богатому дару творца но представить самого себя достойным благости подателя вот такое пространное толкование на вот это стихи так вопросы по прочитанному так ну вот Лена Гладощук пишет Лена в книге не святые святые есть такая история когда монахи шли по дороге к ним пристали хулиганы они всячески провоцировали их на то чтобы они ударили бандитов пока их гнев направлен на них как на людей монахи не отвечали но когда они начали хулить благородицу батюшка сказал своим спутникам что ему нельзя руку поднимать а их благословляет и монахи раскидали хулиганов что те просто уползли вопроса такой многоговорящий вздох у Сергея о чем тебе поведал мой вздох да язык уже на мозоли остается вздыхать тут токмо ну это да понятно что в каком случае может быть оправдана рукоприкладство так скажем да но не убийство надо вот здесь вот тоже тоже он Игнать Тихонич говорил что да вы можете применить силу человеку и защищая себя или своих близких но не убивать силу применять можно в данном случае знания приемов самообороны они не повредят тебе никак может наоборот помогут ну и кто Эветика по лицу то ударил сначала осудили а потом и промутали Никола чудотворец Ария когда дело касается тебя лично тогда подставь другую щеку а когда Бога хулят тут уже да и Богородица не уяна златоуст и там освети руку говорит там да там кому заградил тоже вроде как ему заградить уста ну вот кулаком по зубам видно это имеется ввиду чтоб не хулил божью матерь тут одно такое замечание недавно поступило почему ну сейчас знаете последнюю историю в интернете все обсуждают это венчание Собчак Богомолов Боголюбов Богомолов почему вот оскорбили чувства верующих то есть она понятна что какая женщина недостойная да и вон какие спектакли делают почему их повенчали то вот и почему никто ничего не это почему когда ну есть же у нас статья оскорбления чувств верующих чувства чувства верующих были оскорблены об этом тоже комментарии все но никто не подает на них в суд или заявление на них не пишет а может и пишет но ничего не не происходит а вот пусера тех осудили они бесплатно делали в церковь пришли осквернили а здесь осквернение произошло вот этого таинства никому и дело нет а почему потому что заплатили такое вот мнение у людей Серега но мы же много раз говорили тысячу раз и один что на ежедневной основе такое же осквернение происходит венчают прелюбодеев ну сколько можно это лакмусовая бумажка яркая это промысел божий что вот так показал что такое что вообще творится в патриархии это норма просто норма да вопросы есть час прошел так брата игоря дыбунова выписали из больницы сегодня был на богослужении похудел даже походка мне кажется у него изменилась более такая живая вот сам на машине приехал сегодня кто не знает креста воздвижения наш престольный праздник день постный нам нужно было кушать рыбу в этот день вот таинство крещения у нас сегодня было младенца крестили илью мозг алазина не знаю ольга помнишь ты или нет приходь к наталье подружка бывший не помню вот она второго своего сыночка крестил в полном окружении батюшка в ванне крестил его сегодня вот такие новости батюшка смеется вот прирост церкви православной все соревнуется игнать тихонич в интернете души ищет батюшка у вот у него такая миссия кто вроде кто кто больше ягод больше он покрестил прирост церкви через рождение плоское или через духовно так вот он смеется шутку ну вот такое вот приятное известие с одной стороны дай бог чтоб этот в конце он еще подпоясал ну чем владение сколько-то есть месяц-два я не знаю сколько крохотулечка еще рубашку на него водил поиск и вот и говорит ему он уже ничего не понимаете всегда поезд носи не снимали а поезда со старшего слетел с ваньки-то распоясался в храме дел теребил теребил я сестре говорю завяжи на бантик завязал тот опять развязал ну и потом поезд у зина оказался бачку делала с поясом то стоит но схватил да и уже не видел что это старшего поезда ну и на на младшего то на илью и надел наш это школа еще не пошел да нет он маленький еще ему лет 5 не больше на вид на вид хотя не знаю сейчас третяков игр не знаю где он сейчас он раз был барнауле пару раз на богослужение где-то он как мне кажется в другом городе во всяком случае семья его то ли в краснодаре наверное да то ли в краснодаре то ли еще беда там вот ну у кого какие еще новости известия семинарию того закончил или не закончил я не знаю даже даже этого братья не знаю как то все у нас трое у нас поступали и ни один не закончил виктор же тоже не закончил какой смысл в этом семинаре никакого нет смысла нет не закончил и сегодня в храме тоже у нас сестра одна подметила было четверо детей и все четверо они в разные годы но все на 27 сентября принимали крещение то есть анна конечникова и двое я не как каждый год вот всех каждый все все в один день они крестились четверо ребятишек свои все собрались именно сегодня сегодня рабочий день пятница народу мало было но слава богу помолились я завтра рано утром еду в убийск на соревнование по дрессировке виталий калиников там был даже так что молитесь молитесь за путешествующего до ну раз вопросов нет давайте тогда сегодня закончим пораньше лягу спать завтра ехать два с половиной часа по трассе чтобы не уснуть а завтра молитве не будет нет помолимся мне все равно рано вставать помолимся я поеду только просто правило прочитаем и все я поеду без без поклонов и без и без чтения также в пять внутренней молитвы достойно есть такого истину блажите благородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога наша честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без исцеления бога слова лучшую сущую богородицу тебя величал и брат виталий калиников молись окончании серёга я не было занятий не фактами помолись простите мне не было занятия давай ее в юра брат георгий не отказываюсь пробы своими словами спасибо господи что даровал на жизнь на земле спасибо господи что собрал нас воедино рядом с учителем нашим рабом божьим игнатием даруй боже ему здоровье силы духа долгих дней жизни чтоб наши знания наше стремление познания бога истины приумножались чтобы росла и крепло община потеряевская чтобы был мир в мире за спасибо за правителей которых нам дал во имя отца и сына и святого духа аминь спаси христос аминь аминь слава иисуса христу с богом храни всех господь с богом спасибо за занятия шаги христос алилуйя